Законные законы Республиканский конкурс «Парламент-2030» это новый проект, аналогов его пока в Татарстане нет, хотя на федеральном уровне аналогом данному проекту является конкурс «Моя законотворческая инициатива». Наш проект, в отличие от федерального проекта, имеет некую другую структуру, поскольку здесь смоделирован процесс принятия закона нашими федеральными структурами парламента. Главной целью конкурса стало привлечение талантливой молодежи к сотрудничеству с комитетами и депутатами Государственного совета. А самые интересные варианты нововведения в законодательство будут обязательно рассмотрены органами государственной власти Республики Татарстан. Это событие для людей, которые уже профессионально занимаются законодательной деятельностью. Сегодня было очень интересно посмотреть на ребят, с какими законодательными инициативами они выступили и что они нам предложили. Вы знаете, очень много мы взяли для себя, в работу и, конечно же, мы в дальнейшем будем с этими ребятами сотрудничать и следить, как дальше развивается их учебная деятельность и затем трудовая. Участие в финале первого парламента 2030 приняли студенты с разных вузов Казани. Итоги их работ от суда строгого жюри не заставили себя долго ждать. Почетные призовые места заняли юристы КФУ. Ну а финалисткой конкурса стала студентка Казанского инновационного университета имени Тимирясова. Я рассмотрела семейное законодательство и решила преобразовать статью 17 Семейного кодекса Российской Федерации. Мне говорится о том, что муж не имеет права подать на развод в случае беременности жены или в течение года после рождения ребенка. На мой взгляд, это ущемляет права мужчины, потому что на практике существует много противоречий. Мужчина может быть бездетным, и жена пользуется этим моментом и не подает на развод. Таких нюансов на практике очень много. У нас общественная провокация, введение понятия термина общественная провокация. Почему мы с моим партнером решили так сделать? Потому что в последнее время в обществе царит нестабильность некая, очень много проблем. Мы провели опрос, люди действительно переживают за свою безопасность. И, например, есть ребята, которые неловко шутят. Например, ходят с автоматами, игрушечными по улицам, маски одевают, бросают петарды даже людям под ноги. Все равно бабушки, старики особенно очень переживают. И мы считаем это очень важно, чтобы ввели данное понятие. Законно-творческий конкурс «Парламент-2030» проведен в Казанском университете впервые. И, конечно же, он еще неоднократно будет проведен вновь. А значит, для всех будущих юристов открывается настоящая возможность не только реализовать себя в профессии, но и сделать нашу жизнь лучше. Аделья Мухаммедовна, Леонард Валитьяров, Универньюз.